какое прекрасное небо доброе утро леонард что ты хочешь ты чё пришел ты чё пришел кушать ты кушать какой у меня гениальный муж видели когда-то такое вот это человек хочет помыть мне кухню он снял пищевую пленку с удовольствием и чистой стороны а за счет чего она приклеилась она была чистая просто гениальный ешь если не хотела в лох снимать в итоге всех подстригла а я тебя не стрела так где не проходит выходной еще ходят не тут работы добавляют а больше никуда бы ладить экономный ну как сказать а мы будем садиться обедать я приготовила лазанью дима будет мясо не хочет он лазанью с хлебом ничего не захотел к мясу denis будет с майонезом я просто то у нас дети заболели дима кашляет очень сильно кашляет лёва с красными глазами скорее всего тоже он чихает наверное завтра все будут дома все дима и лёва и ну это понятно мы всегда дома болячки вообще я обожаю лазанью именно домашнюю потому что когда когда-то пробовала в итальянском ресторане мне почему-то не очень понравилось домашние очень вкусно те нравится конечно помню когда-то я сидела считала калориям в очередной раз худела так вот лазанья это очень калорийную а ты осмотрю оделся как я сказала да вот по моему одежда есть только у мамы вы вообще самые обиженные один в халате второй в кофте а я все время футболки меняю хотя сейчас зима ну и шо приятного аппетита 10 пальцев уже все замазал ты любишь мясо как ты сильно любишь мясо все 100 и 100 все 100 и 100 пытается пооткрывать ящики достать джойстики и психует уже минут десять наверно сидит там кричит я тут снимала в шорт в общем были вчера в тайском магазине купили стеклянную лапшу медину всякую не взял не об этом купила вот такие чипсы но на вкус слабоваты написано типа делик хороший деликатес с моря одно со вкусом море нет не со вкусом с моря очень странная штука похоже на плавники рыбьи когда рыбу жаришь плавники зажаривается вот похоже я думаю денис заценит вот эти чипсы которые купила на шо похоже не нравится на плавники рыбьи похоже жареные так ты любишь не не хочу все думать тебе понравится пошел это делать играемся а дима наверху дима в итоге остался дома он заболел у него очень сильный кашель прям чуть ли не дорвота и вчера пришлось ему даже поставить перед сном миску на всякий случай настроение вообще я ненавижу когда были дети причем лёва тоже начинает чихать ну понятно все не любят но когда ты чужой стране особенно здесь капец лёвчик у меня пошел на первый сон это себе приготовилась пойду убирать ванную давно ее не мыло уложила где-то 40 чтобы убрать его использую я вот такой вот химию это мне от плесени запшикиваем все что можно для стекол для душевой просто очищающий спрей и вот эта штука на самом деле это самое лучшее средство для унитаза мы когда сюда переехали унитаз был ужасном состоянии он был весь в камне и ничего не могло отмыть казалось бы очень много аналогов но именно вот это обалденно отмывает я его покупаю в итальянском магазине я уже в украине пользовалась в украине как бы все равно каким было пользоваться там не такая жесткая вода здесь за счет того что очень жесткая вода четко там где вода собирается камень по уровню воды и вниз собирается камень унитаз был черный и это единственная штука которая растворила весь этот камень вообще без задирания без проблем поэтому если увидите прям рекомендую и зажгла свечку обалденная запах катон чем-то похожее на выстиранное белье вот запах чистоты свежести мне очень нравится правда я диме говорю понюхай прекрасно пахнет он говорит нет унитазом ну не знаю не унитазом а ну чистотой очень классно что у ребенка ассоциация чистоты это унитаз что вот он так пахнет потому что это запах чистоты такая тепленькая хорошенькая самая проблемная ванна это у меня вот это окно она не то чтобы гниет но она мокрая как бы до загнивает откос у меня чисто я его все время обрабатывают здесь плесни нигде нету а вот здесь появляется активно запшикиваю окно тоже все и пока мы все убираю но так стоит и в тушевой маленькая проблема это вот здесь плесень появляется за этим как его за силиконом в углах вот это на силиконе но оно не отмывается но не разрастается вот вот как оно есть вот так оно стоит на месте я понимаю что это можно исправить только заменив этот силикон и с этой стороны та же история оно не отмывается оно как будто бы въелося вовнутрь если его трогать оно на месте то есть этот плесень как будто бы внутри и самая большая проблема это здесь вот под эту резинку забивается плесень оттуда ее вымыть вообще невозможно ну и заменить понятно тоже и в этом месте тоже это под силиконом то есть он здесь герметичен я не понимаю почему туда как туда попадает возможно возможно вот тут под низу не знаю но в принципе все это вся плесень дома больше нигде нету в комнатах иногда на кухне появляется вокруг окна но эта штука классно справляется но там же не знаю наверно просто силикон менять но то что я видела другие девочек квартиры я считаю что у меня вообще все очень идеально ну короче сам процесс уборки я конечно же показывать не буду потому что я уже наступала на эти грабли все больше я не хочу вот это потому что сразу канал почему-то перестраивается на уборки вот эти все в общем уборок много найдете если сильно интересно я не хочу такое показывать какие-то полчаса и все везде чисто осталось только пропылесосить зеркало вымыло легка у меня уже проснулся но спасибо что есть брат брат его сейчас развлекает здесь все вымыто окошко открыто у нас на улице сыровато но ничего пусть подсохнет здесь конечно начинает уже отлучиваться краска но я думаю летом этим займемся хочу купить краску перекрасить стены возможно здесь освежить потому что но мне не нравится в таком жить вот честно и в ванной по факту там все также остается так от налета от камня вымола душевую унитаз чистый все чистая ты уже не можешь без мамы иди ко мне ты соскучился за мамой я его принесла к диме и пошла дальше мыть он тебе не зубки со мной чистил я не сняла как-нибудь сниму на память обязательно нет да нельзя там плохо пахнет закрыть двери потому что химия везде пшикала мало не заползал все проветрится и будет отлично слушайте несмотря на то что я говорила что этот пылесос очень слабый но я им очень довольна я им пользуюсь практически каждый день вот например сейчас мне нужно было попылесосить на кухне мало ел крошки все дела я попылесосила на кухне коридоре в ванной в зале в комнате в общем везде поубирала и пыли он собирает много да какие-то супер большие камушки которые у нас улицы на обуви приносим не всегда он с ними справляется я их собираю вручную но в целом после каждой уборки меня полный бак единственная столкнулась с минусом вот это шкатулочка достается легко я ее уже почистила а вот вот этот внутренний фильтр который тоже нужно чистить из-за того что можно здесь открыть и высыпать но я обладатель не за длинных волос волосы закручиваются вокруг этой штуки и нужно доставать его но и вода фильтр не совсем легко достается из-за пыли которая скапливается по кругу что-то мне подсказывает что вот эта штука сломается очень быстро ну я стараюсь аккуратно открывать закрываем шкатулочка я не могу вот эта атласная ленточка просто шкатулочка пандоры вставляем фильтр клёва здрасте возвращаем на место все мама детей наформила везде поубирала справилась что ты кричишь а на улице сегодня хмуро прямо очень пасмурно сказали тут зонт должен всегда лежать с собой цветочки вот так смотри нюхать их надо смотри как ты делаешь давай понюхаем давай ручку подержу носиком нюхай 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 надо нюхать это не пахнет мой день вокруг ребенка да ну что ты хочешь ты пришел ты кушать здесь очень ручной ребенок ну на самом деле это так классно все равно он вырастет и все в этом не захочет идти на ручки ну точнее не захочет а я не смогу я ему здесь готовлю подливу для макарон ну чего угодно в общем сейчас у него будет на ужин точнее на обед паста болоньеза здесь у меня куриная грудка вообще лучше всего индюшину но я взяла куриную перебила ее на блендере мне просто лень было доставать мясорубку и вот это с ней заморачиваться поэтому перебила на блендере без масла на антипригарной сковородке немножко лука немножко соли базилик да и добавляю еще сладкий перец приправу паприку и все и на два дня готово и можно и в овсяночку добавлять мясо сказать да макарошки а еще купила кашу пшеничную хочу ему сварить на самом деле взяла потому не знаю это нормально ребенка кормить такой кашей ну у нас такую кашу собаки ели ну вообще это же просто каша по идее она полезная да нужно разнообразовать разнообра разнообразовать 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 разнообраз 100 вкусно янца что мне не очень нравится что мясо все-таки кусочками и ему текстура желательно чтобы было однородная либо же полностью пюрешка либо же полностью кусочки вот это минус и не знаю как было так перемять получается что он давится потому что он не понимает как их есть то ли жевать то ли глотать ну давай как-то справляйся жуть если ему просто давать кусочки он их прекрасно жует а когда вот такая смешанная текстура надо учиться захотел сам отдела ему слюнявчик у меня есть такой большой он там с карманом колупает я ему дала ложка у него есть вот такая детская чтобы он глубоко себе не засунул до хозяйкой кормит мама ну нормально поел не 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 сыночек у тебя вот есть ложечка держи вот это твоя а это мамы на это мамы на тебе нельзя такой кушать бери свою маленькую ну хочешь я тебя маленькая покормлю хочешь смотри держи давай сам давай а я такое делаю очень редко но вообще это очень полезно для маленьких деток щупать еду тянуть ее самим в рот но для нервной системы не очень полезно мамы на нервной системы да мне этот нравится просто такой прикольный зеленый это корпус института да наверно ну как будто бы да я еще не изучал всю историю красивое здание очень это же прикольно кляйной крепки вообще-то бар обычный но такое атмосферный а здесь мир гарт под ивой точнее березы арам парк елка посреди берега собраны я прикольно у нас район мне очень нравится спустя вот я это говорю до конца и ну и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok